Здравствуйте, Сергей! Привет всем! Что вы здесь делаете? Итак, сегодня корпорация тяжелого урока КТР выдвинула меня на пост мэра города Химах. И сегодня, получается, знаменательный день, начинается как бы эра Новой России, в общем-то. Вот, соответственно, ну так. Почему вы решили выдвинуть себя в кандидаты мэра Химах? Здесь же сейчас известно, что разгорается нешуточная борьба. В чем, собственно, фишка этого всего? Ну, дело в том, что еще в начале года с товарищем Собянином мы договорились о создании уникального проекта. И, соответственно, по этому плану Москва не стала расширяться на север, а расширилась на юг. На сто... Сколько там это? На 176 километров. Да, на 176 километров. И поэтому, соответственно, в Химах мы планируем сделать новый проект преобразования России. Конечно, Россию всю сразу преобразовать не удастся, например. А на примере маленького города мы сделаем модель, по которой все местные люди станут жить жирно, радостной жизнью. И дальше этот опыт можно будет переместить на всю остальную Россию. Естественно, мы будем действовать полностью бесчеловечным и прагматичным, например. Да? То есть, что выгодно местным жителям? Предположим, вот недавно мы ездили в Иркуту, да? То там Газпром отключает у всех людей электричество, например, да? Называется газ, воду. С тем самым, что в Иркуте меньше людей было. Там стоят одни трубы, стоят веб-камеры, по которым человек из Газпрома может все управлять, а люди не нужны. Просто качается газ, нефть, все продается. Людей бесчеловечно выселяют куда-то в ад, например, в общем-то. Хотя им всю жизнь нравилось жить в Иркуте, например. Вот. Также здесь мы только будем заниматься выгодными проектами, например. Предполаг, который будет приносить реальную прибыль местным жителям, например. Какие вы можете уже на сегодняшний день проекты предложить для химок? Ну, только что, допустим, мы с Баронессы с Аней проехались по местным васюкам. На берегу Москвы реки мы построим мини Лас-Вегас-2, например, да, называется, где будет построено громадное количество моднейших казино. Вот. Прибыль, значит, будет распределяться таким образом. 20% будут получать управляющие фирмы, 30% будет старственный бюджет, а остальные все деньги будут идти в химки, причем половина из этих денег будет пилиться на каждого человека в отдельности. Скажите, сколько там будет запланировано все построить? Будет построено 40 70-этажных казино, 214 клубов и дискотек, а также один филиал парижского валите. Да. И практически каждый человек сможет, допустим, получать, допустим, 30-40 тысяч евро ежегодно. Вот, допустим, у нас вот существует, допустим, проблема с гастарбайтерами. Уже даже скинхеды про них не говорят, а говорят простые люди, например. Чем занимаются гастарбайтеры в Москве, например, да? Целыми днями они занимаются таким дурацким озеленением. Вот посмотрите, например, да, называется. Вот, дурацким озеленением, да, сажают дорогостоящие цветы. Даже я у себя в каукольке один не могу позволить себе сажать такие дорогостоящие цветы, хотя можно было искусственность, пластмассовая на кладбище. Ну да. Правильно же, да, называется? Вот. Соответственно, у нас в Химках каждый цунер и гастарбайтер будет, как в Рейхе, иметь индифекционный номер, например. У него будет такой браслет с сим-картой, например, да? На спине будет громадный светящийся номер, например. Вот. Чтобы он не болтался без пересмотра, а был всегда в поле зума. Да, да. Конечно, конечно. Вот. Поэтому индифекционному номеру с каждого цунера и гастарбайтера в пользу русских людей, жителей Химок, будет списываться, ну, я думаю, что 200 или сколько там долларов, например. 232 доллара. Да. 232 доллара. Если какой-нибудь цунер или гастарбайтер будет по улице идти без это, без робы, так сказать, с индифекционным номером, то уже, допустим, скинхеды или допустим, полиция будет его расценивать вот таким образом, что он хотел, как называется, непонятными трудоработами заниматься и не отчинять долю в общак, например. Естественно, такой человек будет сразу дико отпизжен, например, и посажен в местный гулаг, например. Соответственно, он, в общем-то, должен будет примерно полгода бесплатно чисто за баланду, например, допустим, трудиться, например. Вот. А потом он будет, это, как называется, депортирован на родину. Причем мы не будем тратиться, как называется, на его транспортировку. В свое время Фюрер разобрел мощнейшую плюшку, это называется, насос высокого давления, с которым он хотел бомбить Лондон. Мы такую капсулу забиваем, допустим, человек 50-100, например, допустим, и просто хуяним обратно. Их в Таджикистан, они сами долетают, и там потом включается умный парашют, например, они там все в ауле у себя приземляются, например, и все из-заебиски. Конечно. Сергей, вот в этом здании, где избирательная комиссия, которая сейчас принимала ваши документы, вот на него было два года назад совершенно нападение людьми, которые себя называют антифашистами. Вот какие-то будут в городе меры безопасности предприняты для того, чтобы люди могли спокойно жить, чтобы на них не покушались всякие вот такие вот персонажи? Ну, все подобные экстремистские организации, они будут запрещены, например, да, кто входит в эти организации, например. Сами же, в общем-то, и Цунеры, например, да, как бы люди, организованные этнической преступности, например, гомосеки тоже самое, например, да. Ведь, допустим, их идеология выступает против, там, стриптиза, против, так сказать, сексуального расизма, например, да, называется. А, допустим, мы выступаем за сексуальный расизм, и Аня Голубева и баронесса чувствуют себя прекрасно, да. Вот. И так далее. А дальше спросите, а кто войдет в правительство этого, ну, это Химок, например? Сергей, а вот в случае избрания вас мэром, какая команда будет с вами работать, кто там будет в нее входить? Ну, в принципе, правительство Химок – это я, баронесса и секретарь Аня Голубева. А кто еще нужен, например? Вот. Соответственно, в правительстве у нас будет работать правительство Германии, например, да. Ведь всем известно, да, вот, что умеют делать наши чиновники, например, да. Воровать. Воровать деньги, например, и получать взятку, например. А если гарантом будет выступать правительство Германии, например, да, и будут немецкие чиновники на руководящих должностях, то у них там запрещено взяточность, любой человек может, допустим, это Дворецкая, это Клауди Меркель, это открытая зона, любой человек может прийти, все прозрачно, чисто. Поэтому у нас будут только работать представители правительства Германии на всех главных должностях, например, да, они будут следить, чтобы никто ничего не пиздил, чтобы не было завышенных цен. Вот. А жители Химок будут только отдыхать, в общем, чтобы не ущемлялись их права и город процветал. Да, потому что Петр Первый, он же не дурак был, да, называть, что немцев собрал. Конечно, у нас должности будут, как называется, высокие ценности будут отведены, ну, только тем людям, которые родились после девяносто пятого года, которые не знали совка. Оказывается, всю жизнь эти чиновники, они жили при совке, в нищенстве, например, поэтому они хапают, например, их тоже можно понять, они к этому привыкли, чтобы их дети были обеспечены, например. Вот. Поэтому их руководящим работам их допускать, в общем-то, ну, ни в коем случае нельзя, например. Все будут у нас, это, белокурые дети, да, мамаша с колясками, например. Так же, вот, например, вот, допустим, о рождаемости, например, да. Вот эта вот компания пресловутая, да, называется, получается так, что девица должна родить третьего ребенка, а вдруг возьмет муж и храдет этого ребенка, то получается, она не получит материнский капитал, деньги на его обучение, например. И получается, она поражняком занимала 7 лет. Да. А так, любой, допустим, скинхед, он может пойти в Сбербанк, получить, допустим, кредит. Сколько там у нас это, ну... Кредит примерно 150 тысяч, а также кредит на модный... Нет, ты скажи, как мы посоветовали с людьми Грефа. Да. Ну, как мы подсчитали с людьми Грефа, кредит можем выдавать на 150 тысяч, а также кредит на модный автомобиль Лады Калина. Да. И уже, например, любой пацан, он получил Лады Калину, а 150 тысяч рублей он уже может к любой тёлке по-дорогому подъехать, например, да, даже если жилищные условия у них, как называется, не позволяют, они могут выпить бухла прямо в машине, он её откурит, например, да, она дико забеременеет, например, и всё, после этого они появились в женской консультации, он получит справку, что она забеременела именно от него. И Владе Калина. Да, 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 и Владе Калина, да, в общем, да, да. Это тоже вот как-то... Да. Владе Калини. Да, да, продвижение калины, как эротического бренда, например. Да. Вот. И после этого уже парень уже ничего не должен. Государство, например. Соответственно, если, допустим, ну, Скинхэд отпорит, допустим, 30 тёлок, например, да, которые забеременеют, например, да, вот, то, соответственно, он получит громаднейшую прибыль, например, может спокойно заниматься спортом, как называется, духовным развитием, например, да, в общем-то, и жить там, как бы, со своей удовольствием на благо русской России, конечно. Вот. А что касается детей, то правительство Химыка полностью их обеспечит, например, допустим, там, едой, как называется, ну, одеждой, например, и в прекрасном будущем. Сергей, а как вот вы собираетесь поступить с наследием советским в виде головы Ленина, которая вот стоит напротив? Ну, допустим, как бы, уже мы планируем здесь много сделать различных, так сказать, центров культуру, например, да, называется, вот. Вот там. Да, вот, допустим, мы к этому ещё чуть позже вернёмся, это к гайд парку, например, я хочу сделать это уникальный в России парк ужасов имени графа Драхула, например, да, называется, куда людям будет интересно стоять, там будет монстры из ада различные. Типа Ленина? Да, Ленина, да, перенесём, у него будут фосфорные глаза, например, да, называется, и им будет издавать зловещие звуки, например. Красиво, красиво. Да, да. А во время хиловина, значит, китайские, значит, учёные нам сделают так, чтобы он, допустим, это, ну, оживал, двигался, например, и вот, допустим, если вот, допустим, вот в Испании такая прекрасная такая традиция существует, когда вот, допустим, кориды, когда вот быки за чуваками гонятся по улице, например, да, то в ночь хиловина зловеющий Ленин вот такой громадный будет ловиться, ломиться по улицам, а все будут дико от него убегать, например, и это будет, ну, всем здорово, правильно? Да, это вообще-то будет. Вот, ну, что касается борьбы с оппозицией, у нас будет полный плюрализм мнений, например, как видите, за моей спиной находится лагерь оппозиции Химкинского леса, как видите, всего здесь только пока стоит небольшое количество палаток, например, и две-три кочевые кибитки, например, вот, когда я стану мэром, конечно, Шойгу выделит большое количество армейских палаток, например, мы построим биотуалет, например, и, да, 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 и это как бы называется лагерь оппозиции, это должно стать быть любимым досугом москвичей и жителей Химок во время выходных. Каждый человек может поехать в лагерь оппозиции, во-первых, здесь же может быть и романы могут происходить, Дом-2 творится, например, да. Да. Кто-то кого-то влюбится, кто-то там ревновать, что-то будет там завернуться. И гайд-парк, гайд-парк тоже приводит. Да, да, да. И гайд-парк, например, если вот, допустим, в Москве, чтобы пойти на какую-нибудь лекцию, нужно заплатить деньги, а здесь такие известные люди, например, медийные персонажи, они будут читать эту угарнишься лекцию, например, которая будет расширять кругозор человека, в общем-то. Я считаю, что городские власти должны оказать поддержку вот этому оппозиционному движению, например, пусть она собирается в лесах, и вот это хорошо, в общем-то. Ну вот, а один из ваших оппонентов, госпожа Чирикова, организатор этого лагеря, вот, какая ей будет роль, например, отведена потом? А у нас же, я же это, ну, мы же построим моднейший зоопарк, например, да, называется, вот, и Сочи-2, например. Весь мусор с Москвы мы будем принимать здесь в химках, например, высыпятся громадные горы, сверху мы засеем всё швейцарским модным газоном, например, очень. Там будут китайские звери, сколько у нас будет это, читают там, да? Да-да-да, модные китайские компьютерные звери. У нас будет 27 слонов, дюжина жирафов, а также несколько тысяч мелкого зверья, которое будет прыгать для веселья. Да, вот Чирикова как раз она будет начальником вот этого зоопарка, например, там будет находиться большое количество пластмассовых китайских деревьев, например, в общем, которые, их не нужно ни поливать, ничего из них не делать, они будут постоянно зелёные, будут расти, как-то с помощью каких-то компьютеров, нанотехнологий, которые в Сколково разработали. Вот и будет, пусть эта тема занимается, пожалуйста, например, мы не против, в общем-то. А потом мы же видели репортаж у Чириковой дома снимали. Вот, наверное, в лесу-то лучше, чем у неё дома. Конечно, конечно, конечно. Мы это всё полностью поддерживали, флаг ей в руки, пусть действует, и всё отлично. Да, чтобы решить транспортную проблему Химок, чтобы не было пробок, например, у нас будет более скоростного транспорта дирижабли. Обычный, как бы называется, автобус, он будет переделываться к дирижаблю, например. И, соответственно, таким способом они будут спокойно перелетать, никаких трасс не нужно будет. И для жителей Химок сколько там будет стоимость билета? Пять копеек. Да, пять копеек, но по советскому это, ну, как бы традиции, например. Да, кроме того, допустим, да, вот многие дарсикологи, да, они опасаются, что мало будет кислорода, например, допустим, вот озона, например, да, то мы в центре города мы поставим громадные установки, например, которые будут гнать в воздух, например, миллионы кубометров это чистого кислорода, озона, например, да, а по краям, значит, Химковской области будут стоять циклопические пылесосы, которые будут все это обратно засасывать, например, и снова это в центре города все это выдувать. Если ветер дует с севера, например, да, называется, то кислород пускается с севера и летит на юг, например. Это немецкие разработки. Да, да, немецкие разработки, в общем-то, вот, допустим, если в Москве 35 градусов мороза, например, зимой, да, то воздух, который будет в пылесос засасываться, он будет подогреваться и будут теплые, приятный будет воздух идти, будет лайтовая зима, примерно, ну, 5-7 минус градусов. Когда будет Москва, будет задыхаться от дичайших жары, то там будет, наоборот, охлажденный воздух подаваться и, соответственно, там, в общем-то, все жители Химок смогут себя приятно чувствовать, например. И, в том числе, допустим, жители лагеря, например, да, называется, вот, соответственно, например, где не будет комаров, например, да, ос, например, вот, которые развились в последнее время, там, в Москве, например, и ужалили сколько тысяч человек, прочитаю, например, вот это. Примерно 2700 человек. Да, это в одних, в одних день, только в одних, только мутищих, например, в общем-то, вот. Вот, все это будем вместе совместно с экологами, этим всем будем заниматься.